Еще в мае на телеканале «Мой город» вышел сюжет о плачевном состоянии городских тротуаров. Тогда мы показали, что на фоне грандиозной дорожной стройки в Кузбассе забыли о самых уязвимых участниках дорожного движения – пешеходах. И вот сегодня решение по ремонту тротуара власти наконец-то приняли. Как правило, у нас люди перемещаются как на машине, либо пешком. Пешком выходят и идут по тротуарам. Тротуарам в предыдущие годы не уделялось большое внимание. И практически есть много мест, где ямы, какие-то колдобины и так далее постараемся провести отдельную работу по тротуарам. Городские аллеи, парки, спортивные объекты – сегодня заместители губернатора во главе с городоначальником обошли основные объекты строительства ко дню шахтера. Напомним, именно столица Кузбасса станет центром празднования главного горнятского праздника региона в будущем году. Вот физкультурно-оздоровительный комплекс, что на ФПК. Его строят с весны 2006-го. Будущую ледовую арену мэр города Кемерово Валерий Ермаков осматривает лично. Пока здесь идет только монтаж трибун и голые стены, но уже к декабрю власти обещают – кемеровчане, наконец, получат свой ледовый комплекс. Я чудес не жду. Каких-то больших средств не будет. Во-первых, за те средства, что будут выделены, надо найти самое эффективное, чтобы как можно больше жителей получило от удовольствия от этого объекта. Чтобы оно было приятно большему количеству жителей. Второе, надо весь город как бы встряхнуть. Вот новая волна, какое-то такое движение должно произойти. На речных волнах кемеровчане смогут поплавать уже будущим летом. Возможно. На месте понтонной переправы власти планируют смастерить всесезонный мост, а на острове Кемеровский открыть первый официальный городской пляж. Пока все с той же пометкой возможно. План строительства еще не разработан и не утвержден, но смелые идеи чиновников уже сегодня заставляют горожан надеяться на лучшее. Здесь, в парке Жуково, на берегу реки Искитимка, будет лодочная станция и причал для катамаранов. Чтобы вода не цвела, дно реки планируется забетонировать. Правда, когда столь масштабный проект будет утвержден и где взять 200 миллионов рублей на его реализацию, власти пока не уточняют. Ремонты фасадов домов, придворовых территорий и озеленение парков – все идеи в областной администрации будут обсуждать до конца октября. А уже в ноябре утвердят бюджет строительства и примут окончательное решение по объектам реконструкции. Антон Овачев, Константин Червяков. Новости моего города.